Возвращены футболисты АЕКО, они сегодня аутсайдеры, по крайней мере на бумаге. Андердоги, это называется, в своих шапках, то есть туда надо проходить. Мы все сейчас очень быстро аппетит нагуливаем. Первый матч чемпионата России Глушаков был капитаном, но сегодня в центре полузащиты играют Фернандо, ну и инспектор матча Алан Фрилан из Шотландии. Да, ну и делегат матча Дарюш Цекановский из Польши. Один черногорец и два македонца. Вот такой АЕК сегодня приехал. Это нынче настоящая христина классная команда. Вот вам лимит на легионеров. Перевод в центральную зону, по левому флангу подключается Дмитрий Камбаров. Но Джано решил сам пробить. Высоченный прыжок Зе Луиша. Я про Джано. Бьет неведные сомнения абсолютно. 20 задачу на Зе Луиш. Надо тоже пробить. Пообщаться, но сразу после этой атаки продолжим. Камбаров по этой подои штрафту и удар опаснейший был нанесен. Начается с правильной зоной. Чуть-чуть, но все равно неплохо бьет Зубнин. В минуту сыграли вся игра между центральным кругом и поступами штрафной. Ждет передача. Ну а дальше навесно Зе Луиша. Вот она классика жанра и удар Зе Луиша. Раунд легенд Европы. Но прежде чем мы с вами попрощаемся, мы еще и вспомним ключевые моменты. Первый. Об этом матче с открытия арены. У команды, представляющей Кипр, пока замен нет. Четыре игрока спорта. Камбаров, пятый Луишаков. Набегает промеск. Голов не засчитывает. Да, но прямо в руки вратарю получается. Конечно, второй этап будет интереснее, потому что... Ай! И что, Матай же! Покати спокойно выведи один на один. Ощущение порой всемогущества какого-то. Вот сегодня его нет. И это проблема. И Лас молодец, Камбаров, что двинул вперед. И Фернандо пробил. Абсолютно однотипное. Луишаков развернулся. Промеск жидковато. Удар! Нелиза! И спасает меню как право, но сумел оттолкнуться. Классный момент. И мы видим, что если бы не голкипер, Луишаков бы сейчас забивал. Эти очень часто оказываются шустрыми, потому что они опаздывают. Да, Куран Баррера. Восьмой номер. Будет есть. Ну и совсем скоро Айк уже может начать. Он просто забрасывает меня штрафную площадь Спартака. И там за него бороться. В надежде на то, что вот такая передача пойдет. Господи, ну что ж такое? Как же так-то, ребята? Пропускает Спартак на 89-й минуте. Иван Тричковский. Иван Тричковский принимает мяч. Как такое произойти-то могло? Ну как, как? Забивать надо раньше. Думаю, что выиграли. Ну давайте поглядим. Вот он Тричковский стартует. Из глубины. Абсайда нет. Все. Не помешали сделать пас. И вот она расплата. И все это через две минуты после того, как втроем выходили красно-белые, но так и не смогли придумать, что же сделать с мячом в той ситуации. Моем-то.